Моё выступление первое посвящено столетию эволюции теории гормонозависимого канцерогенеза рака предстоятельной железы. Давайте начнём с того, что из себя представляет андрогеновый рецептор, поскольку мы говорим об антиандрогеновой терапии. Андрогеновый рецептор находится на коротком плече X-хромосомы, состоит из восьми экзонов, различной протяжённости энтронов между этими восьми экзонами. И продукт трансляции транскриптома андрогенового рецептора представляет собой белок, состоящий из трёх основных доменов. Это леган, связывающий домен, ДНК, связывающий домен и терминальный домен. По сути, андрогеновый рецептор представляет собой рецептор стероидных гормонов, легантоактивируемых ядерных факторов транскрипции. Он является очень мощным фактором транскрипции, экспрессируется как на эпителиальных клетках первичной обхоли, так и на клетках метастазов рака предстоятельной железы. Свободный андрогеновый рецептор цитоплазмы связывается с белками теплового шока, которые вместе с копиронами помогают андрогеновому рецептору приобрести определённую пространственную структуру, стабилизировать её для возможности связывания уже со своим легандом дегидротестостерона. Дегидротестостерон, проникая в клетку, конвертируется опять альфредуктазой в дегидротестостерон, и дегидротестостерон имеет значительно больший аффинитет к андрогеновому рецептору и связывается с андрогеновым рецептором. После чего происходит диссоциация с белками теплового шока, демеризация, и весь комплекс транскрипционный транслируется в ядро клетки из цитоплазмы. Внутри ядра происходит связывание с андрогензависимыми элементами генов мишеней и одновременное вовлечение курегуляторных протеинов с образованием активного комплекса для начала транскрипции, репликации, ДНК и клеточной релиферации. В процессе эволюции и развития простаты сигнальный путь андрогенового рецептора необходим для формирования нормальной простаты у мужчины, имеет важную роль в инициации развития рака предстоятельной железы. Присутствие андрогенного рецептора в аппетляльных клетках не влияет на развитие рака предстоятельной железы, как мы раньше думали, а вот присутствие андрогенного рецептора на астромальных клетках опухолевого микроокружения возможно играет значительно большую роль в инициации развития рака предстоятельной железы. Присутствие андрогенного рецептора в аппетляльных клетках Присутствие андрогеновых рецепторов на астромальных клетках играет протективную роль, которая предотвращает прогрессию заболевания. Из более чем тысячи мутаций, которые известны в гене, кодирующем андрогеновый рецептор, показано, что 159 мутаций связаны с риском развития рака предстоятельной железы. Как при любом онкологическом заболевании, рост опухоли зависит от соотношения скорости пролиферации к гибели клеток. И, конечно же, клетки рака простаты имеют очень большой показатель пролиферации, превышающий скорость гибели клеток. И основным регулятором этой пролиферации в предстоятельной железе являются андрогены и, соответственно, андрогеновые рецепторы, которые в ней расположены. И, по сути, первая Нобелевская премия в этой области получена Чарльцем Хаггинсом в 1966 году и была получена за то, что Хаггинс показал влияние эстрогенов и хирургической кастрации на пролиферацию клеток предстоятельной железы и их зависимость от андрогенов, от андрогенного воздействия. Тем не менее, мы знаем, что при раке предстоятельной железы у нас есть довольно эффективный опухолевый маркер. Это простатический специфический антиген. И как раз ген ПСА находится в том месте, куда приходит комплекс легант и андрогеновый рецептор, где они инициируют именно транскрипцию. Это один из участков ядерной ДНК, куда приходит именно комплекс андроген-андрогеновый рецептор. Поэтому повышение уровня ПСА как раз говорит о повышенной активности андрогенного рецептора у больных раком предстоятельной железы. Инициация рака предстоятельной железы связана с активацией сигнальных путей, которые стимулируют клеточную пролиферацию. Таким примером является андроген-зависимая повышенная регуляция семейства E26, факторов транскрипции, активизация других сигнальных путей, таких как PI3K, РАС и РАФ киназы. По сути, возможности гормональной терапии все направлены на прерывание воздействия андрогенов на различных этапах. Мы все хорошо знаем эти этапы. Это кастрационная терапия, хирургическое удаление источника продукции андрогенов, либо химическое кастрационное с использованием органистов или антагонистов, которые снижают продукцию на уровне гипоталямуса, продукцию гранатропин-лютинизирующего гормона. Таким образом снижая продукцию тестостерона. Это препараты, которые блокируют переход тестостерона в более активную форму дегидротестостерон, блокадеры 5-альфа-редуктазы. Это ингибиторы синтеза андрогенов в яичках, надпочечниках и внутриклеточного синтеза андрогенов. Это препараты биротерон. И, конечно же, ингибиторы андрогенового рецептора. Самые интересные препараты, которые мы разделяем на сегодняшний день на стероидные и нестероидные. Препараты первого поколения и препараты второго поколения, которые не только блокируют андрогеновый рецептор, но и блокируют вот этот этап транслокации андрогенового рецептора в ядро и связывания с ДНК в ядре для начала транскрипции. Последующие две Нобелевские премии в этой области были получены за открытие пептидных гормонов, гонанотропин-релизинг гормонов, ретинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона. Роджер Гулейм и Эндрю Шелли получили Нобелевскую премию за открытие этих нейропептидов в центральной нервной системе, которые активизируют и регулируют выработку тестостерона яичками и надпочечниками. На сегодняшний день показано, что уровень тестостерона, который мы достигаем путем хирургической или химической кастрации, может влиять на отдаленные результаты лечения. На этом графике вы видите, что пациенты, у которых достигается уровень тестостерона после проведения медикаментозной кастрации или хирургической кастрации менее 20, обладают наилучшей выживаемостью по сравнению с пациентами, у которых уровень тестостерона сохраняется выше 50 нанограмм на децилитр. Ну, поскольку мой доклад также поддерживает компания Ипсон, я должен это сказать, то я хочу показать несколько слайдов, посвященных трипторелину, которые позволяют достичь довольно низкого уровня тестостерона по сравнению с другими револютинизирующих гормон, релизинг гормонами. В данное исследование было включено 125 пациентов и сравнивались три агониста ЛГРГ, это газорелин, дифирелин и лейпрорелин, которые назначались в трёхмесячном дозировке. Уровень концентрации тестостерона был проанализирован до лечения, а также через 3, 6, 9 месяцев после начала терапии. И вы видите, что количество, процент пациентов с констерционным уровнем тестостерона менее 10 нанограмм на децилитр через 9 месяцев лечения был наивысшим именно при использовании трипторелина по сравнению с лейпрорелином и газорелином. В последнее время у нас полностью поменялись представления о лечении гормоночувствительного рака предстоятельной железы и целый ряд исследований, я не буду все их перечислять, чтобы сэкономить время, показал, что не просто констерционная терапия, но комбинированное лечение с применением антиандрогенов нового поколения, с применением ингибиторов синтеза андрогенов, биратерона, с применением цитотоксических химиопрепаратов, имеет большое преимущество в отношении общей вживаемости, если мы начинаем пациентов лечить на этапе гормоночувствительности именно используя комбинированные режимы терапии. Это, как пример, несколько исследований комбинации констерционной терапии с доцитокселом, показавшие достоверное увеличение выживаемости, особенно у пациентов с большим объемом опухолевого поражения, больше чем на год в лечении медианной общей выживаемости, видите, на 17 месяцев и снижение риска смерти на 37% в группе комбинации. То же самое показало значительный эффект в отношении общей выживаемости комбинации с антиандрогенами аполутамидом, видите, достоверное расхождение кривых общей выживаемости. Также показала комбинация с препаратом изолутамид, значительное увеличение общей выживаемости у пациентов, которые получали эту комбинацию после диагностики гормоночувствительного рака предстоятельной железы. Но, к сожалению, гормоночувствительный рак рано или поздно переходит в констерционно-рефрактенный рак предстоятельной железы, и пациенты перестают отвечать даже на эффективную комбинированную терапию. Механизм развития констерционной рефрактенности довольно сложный, но если посмотреть на все возможные механизмы, они являются либо андроген-рецептор-зависимыми, либо андроген-рецептор-независимыми механизмами. Выделяют четыре схематично основных механизма развития констерционной рефрактенности, и большинство из них, как вы видите, связаны опять же с андрогеновым рецептором и с активным функционированием андрогенового рецептора даже на развитии фазы констерционной рефрактенности. Один из механизмов – это гиперэкспрессия андрогенного рецептора совместно с повышенным стероидогенезом. Второй механизм – это различные мутации андрогенового рецептора, которые позволяют андрогеновому рецептору связываться с другими стероидными гормонами, с эстрогенами, прогестероном, глюкокортикоидами, которые рецептор неправильно, мутированный рецептор неправильно узнает и активизируется уже не андрогенными, а другими стероидными гормонами. Антиандроген флютамид – мы хорошо знаем синдром отмены, который работает тогда, когда флютамид начинает вместо блокирования андрогенового рецептора начинает, наоборот, его стимулировать. Это происходит как раз один из механизмов, объясняющих это – это мутация андрогенового рецептора, наступающая в процессе гормональной терапии. Третий механизм – это легант независимая активизация андрогенового рецептора, различные тирозинкиназные рецепторы, такие как инсулиновые факторы роста, например, через активацию сигнальных путей API3K, ЭКТ, ЭМТОР, активизируют андрогеновый рецептор. Возможно, в этом процессе имеют значение микро-РНК. В последнее время есть работы, которые показывают, что это тоже один из механизмов легант независимой активации. Также у некоторых пациентов доказано, что происходит исчезновение легант связывающего домена в андрогеновом рецепторе, и за счет этого N-терминальный домен остается постоянно в активном состоянии, что постоянно производит стимуляцию сигнального пути, связанного с андрогеновым рецептором. Ну и четвертое – это андроген-независимые механизмы за счет активизации гена антиапаптоза, БТЛ-2, например. Или мы знаем, что в процессе гормональной терапии происходит гибель опухолевых клеток. Из клеток высвобождаются разные цитокины. Эти цитокины привлекают различные формы лимфоцитов, В- и Т-лимфоциты, которые инфильтрируют опухоль и запускают механизмы различные также выживания опухолевой клетки за счет активизации, например, фактора транскрипции стат-3. Тот факт, что андрогеновый рецептор остается крайне важным и при развитии конституционной рефракторности, говорят результаты клинических исследований, в которых использовались препараты, о которых я говорил, это ингибиторы синтеза андрогенов, абиротерон. Вы видите, в первой линии терапии метастатического конституционно-рефракторного рака предстоятельной железы показал эффективность. Энзолотомид в первой линии терапии метастатического конституционно-рефракторного рака предстоятельной железы показал также высокую эффективность. И во второй линии терапии оба препарата показали эффективность. Все говорит о том, что андрогеновый рецептор и воздействие на путь, связанный сигнальный путь с андрогеновым рецептором, остается важнейшим фактором и при гормонно-чувствительном раке, и у пациентов уже с развитием конституционной рефракторности. На сегодняшний день у нас довольно большой спектр препаратов, которые мы можем воздействовать на заболевания даже при развитии конституционной рефракторности. Вопрос, какой из этих препаратов нужно оснащать, в какой последовательности, мы сейчас не обсуждаем. Тем не менее, большинство из этих препаратов связано именно с сигнальным путем андрогенового рецептора. Ну и последнее, о чем я хочу сказать. Я начал с того, что андрогеновый рецептор экспрессируется не только на эпителиальных клетках, а также экспрессируется на клетках опухолевого микроокружения, например, на опухолевоассоциированных февробластах, на эндотелиальных клетках, макрофагах, лимфоцитах, нейтрофилах, дендритных клетках. И показано, что опухолевое микроокружение является не менее важным, чем сами опухолевые клетки, эпителиальные клетки, потому что все эти клетки взаимодействуют между собой и оказывают разнонаправленные воздействия, либо стимуляцию, либо оказывают влияние на подавление, либо стимуляцию пролиферации опухолевой клетки. Кроме того, было показано, что тестостерон модулирует врожденный адаптивный иммунный ответ, подавляет продукцию провоспалительных цитокинов, NFKB – сигнальный путь, и в свою очередь активация NFKB блокирует пролиферацию андрогензависимых клеток предстоятельной железы, соответственно, и иммунологические механизмы в большой степени связаны с андрогеновыми рецепторами, которые экспрессируются на клетках иммунной системы и позволяют опухолевым клеткам взаимодействовать с клетками опухолевого микроокружения, и, возможно, последующие препараты в лечении рака предстоятельной железы будут направлены именно на клетки опухолевого микроокружения, а не на сами опухолевые клетки, и, возможно, опять же, это будет связано с воздействием на андрогеновый рецептор. Поэтому андрогеновый рецептор является крайне важным в инициации, течении и развитии рака предстоятельной железы и, я думаю, в появлении новых препаратов для лечения этого заболевания. Спасибо большое. Продолжение следует...